Григорьевич, ну вот молоко с этой фирминкой. Я сейчас всем предлагаю попробовать. Семенови. Только иметь в виду, что оно живное. А шерстного пил? Нет, наверное. С этой банки. Нет, нет. Идите, идите. Это утренний удой? Да, утренний. Не полный, потому что есть недалеко. Надо что-то случиться. Свеженький, а утренний удой. Пожаренности хорошие. Эйсман. Спасибо. Я посмотрю, что с вами будет, Семенович. У нас из этого молока целая серия продуктов здесь сделана, поэтому можно попробовать съемку, и не менее вкусно. Отлично. Да. Хорошие, да. Так, Семенович, малышу. Все. Собака, у меня молоко не очень, а это пьет. Да, да. На ферму приходим, наливаем, ну и пьет. Это йогурт, да? Это йогурт, да. Это тоже с этого молока или в пород. Это интересно себя ведет молоко. Семенович. При выработке. Йогурт. Йогурт. Нет, это йогурт. Это йогурт, сделанный на нашей закваске. И закваски, это очень полезно для желудка, микроорганизмы. Закваску можно употреблять просто... Можно, да. Да, это готовится тоже на молоке. Лучше молоко. И лучше, чем кефир. Мягкие сыры тоже для такого молока, они за счет высокого белка имеют очень интересный вкус. То есть сейчас, поскольку еще пока этого молока маловато, конечно, в серию такие сыры пока не пошли, но тем не менее, мы сегодня готовим документацию. Это все только из молока красных пород. А масло изготовлено обычно? Из сливок. Ну, мы сделали у себя в институте, отсепарировали сливки, сделали сливки именно из этого молока. Оно, видите, оно за счет холода, конечно, угодно. И это вот сухие, вот тоже закраска. Такая жирность. Значит, здесь жирность примерно 70%. 70, да? Ну, сувенир вам, ну... Ну, это вы делали? Да, да, это делали на Молочном Мире, просто мы с ним очень много работаем. Это лецептура нашего центра по продовольствию полностью. Полностью, полностью. И давайте. Спасибо. Ну, это такие же росы. Угашу людей. Очень достойно сыры. Это людям. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, говорят, не надо ученым. Как без ученых?